всех приветствую с вами дмитрий дворецкий это так получается что я не планировал цикл вебинаров но они превращаются в цикл это уже третий вебинар именно по проектам которые были по проектам акциям делам которые были сделаны в том числе и мной ну скажем так с моим участием своей поддержкой либо полностью частично либо там правда с большим взаимодействием огромного количества людей все это превращается в цикл и мне это нравится сегодняшняя тема такая же двойная как и прошлые это библиотека как актер районных инициатив главная тема ну а в целом почему филигород сад потому что это некий сейчас задумался нет не лозунг слоган вот это некий слоган той акции экологической акции которая была сделана библиотека совершенно случайно потому что эта акция была связана со мной и вообще не планировалось и это был 2017 год год экологии все как-то вот совпало как говорится идеально ну почти идеально итак начинаем ну собственно говоря что такое филигород сад это спонтанная инициатива слэша акция которая вылилась в серию субботников воскресников вокруг библиотеки которая способствовала знакомству с активными жителями района то есть в каждом районе в каждом городе есть такие их немного это костяк это один два процента но который так или иначе помогает со всеми такие акции помогают со всеми познакомиться вот и хотя кажется что такие жители активисты района знают друг другого лицо на самом деле не так очень много прекрасных дам очень много интересных импозантных мужчин которые что-то себе делают тихо кто-то занимается садоводством кто-то занимается я не знаю там каким-то местным бизнесом и печет пирожки и о данных людях ну известно в пределах там двух-трех кварталов да район предположим гораздо гораздо больше вот что такое по сути данная акция но это если вкратце ну поскольку это уже третий вебинар я не буду сильно вдаваться в подробности чего как и откуда скажу просто что какое-то количество лет назад я работал в библиотеке имени леси украинки находится данная библиотека до сих пор в районе филевский парк в свое время это был киевский район отсюда и название там очень много там и славянский бульвар метро киевская и так далее вот и как говорится все перипетии библиотеки во что она входила и куда сливалась и переливалась об этом говорить не буду если были на прошлых вебинарах то вы уже знаете ну и не настолько это интересно на самом деле хотя это история собственно говоря это акция данной библиотеки ну и план вебинара как все начиналось зачем и почему библиотекари сажают кусты и цветы что происходит откуда взяла взялось столько ресурсов людей лопат кустов и цветов чем все закончилось и закончилась ли особенно можно выделить пункт зачем и почему библиотекари сажают кусты и цветы в девятнадцатом году был мы наверное первый вебинар когда только начинал вебинарить рассказывать про свой опыт и меня пригласили на платформу 1 сентября я думал что на вебинар в итоге это получился небольшой курс я два часа вещь рассказывал и рассказал вообще про все что знал про все про всю свою жизнь про все свои смыслы и появилось несколько участников которые восприняли именно эту акцию в штыки то есть по сути было множество вопросов мол вы что с ума сошли библиотекари копают землю это не задача библиотекаря задача библиотекаря ну как книжки выдавать вам просто нечем заняться это был мой первый вебинар тире курс о котором я узнал позже что это курс вот и конечно хорошо что я увидел эти комментарии спустя наверное три года там было 8 или 10 разгневанных комментариев от разного рода библиотекарей вот но они меня уже теперь мало волнует да извините за вводочку но было важно об этом пояснить потому что вдруг будет что-то похожее предвосхищаю и так как все начиналось ну собственно говоря скажу честно была большая ну назову это корыстью хорошо в общем руководство централизованной библиотечной системы куда входила библиотека леси украинки осматривала свою территорию и периодически думала кого бы куда назначить там кого-то на руководящий пост кого-то перевести в отдел вот и поскольку я в свое время очень разросся я много чем занимался какими проектами акциями инициативами и мне было немножко скучно там где я находился то есть не хотелось мне надоедало совмещать одно с другим третье с четвертым мне хотелось куда-то двинуться не умом а в какой-нибудь отдел хотя бы чтобы заниматься чисто проектами да если брать молодежь а тогда я был помоложе наверное года на четыре где-то так это в принципе любимая сказка любой молодежи прийти в библиотеку не заниматься библиотекой заниматься проектами сказка не мечта но на то время я где-то мой общий стаж работы был лет семь библиотеке там и выдачи и статистика и все что угодно в общем как стандартная нормальная библиотека и мне намекнули если я что-то сделаю интересное хотя как будто бы ничего не делал то будут серьезные перспективы и мне выдадут много вкусных плюшек вот я был молод довольно глуп и поверил в это но не жалею потому что получилась прекрасная акция я написал серию постов на самом деле вообще не понимал что делать мысли были самые странные об этом буду говорить ниже это мой первый пост дело в том что так получалось что я очень не просто инициативный находчиво еще вдобавок своевольный я многие своих инициативах и делах конечно ставил руководство в известность но мое руководство частенько было не очень за ну потому что руководство были другие планы это очень просто понять я говорил да хорошо и делал конечно же это не шло в ущерб общей работе общая работа тоже выполнялась но и делаю все разные варианты вот если посмотреть что было в других вебинарах это районы вет это пайдбук и данные акции они сделаны не потому что мне помогали именно библиотечные какие-то сотрудники или власти а скорее вопреки потому что мне хотелось я пьер примерно так ну на самом деле я не думаю что это хорошо потому что таких не любят и стараются избавляться и собственно говоря я это по сути этот код вписал в первый пост я написал что это не инициатива библиотеки я написал что это моя инициатива и я прошу давайте вокруг библиотеки разобьем сады чтобы что не вышло то что вопросы были ну и пост номер два я искал волонтеров первый пост прошел на него посмотрели подумали было много откликов потом я стал искать волонтеров мне нужны были не просто волонтеры руки ноги голова мне нужны были инициативные волонтеры с лопатами тяпками граблями а еще лучше чтобы они привезли семена кусты деревья почву и вообще сами приехали на машинах вот в идеале чтобы мне все подвезли как говорится и море подвели я это осознал позже то что я делал как уже видно в данном районе район филевский парк есть группа она сейчас есть просто перешла из одной социальной сети ныне запрещенной в другую социальную сеть вот и там довольно много жителей и многие из них активны я просто периодически стал делать вот эти посты рассказывая об акции как она проходит что я хочу я прописывал ты за этой акции то есть что мне нужно когда мне нужно я писал про погоду что вот в этот день когда мы планируем акцию будет дождь а в этот день выглядит солнце как вы думаете в дождь выйдите не выйдите на самом деле по два по три человека выходили в почти всегда и в дождь и в слякоть это была осень и я осознал что я общался с аудиторией аудитория ну в каком-то смысле района хотя по факту данная акция затронула ну где-то от силы человек 50 на ее на разных отрезках времени сама акция продолжалась в течение 10 дней если честно я вообще планировал однодневную акцию посадить 5 кустов сфотографировать так чтобы это было 57 кустов привлечь человек 5 сфотографировать так чтобы это было 125 успокоиться но жизнь распорядилась немножко другими ресурсами и так получилось что периодически пришло пришлось прописывать тз в постах и сами посты стали некими этапами и отправными точками таким неким планом как мы как движется акция библиотечная в целом на это и все это разделилась на этапы и задачи я это тоже понял потом то есть сама акция делась вообще супер хаотично никто ничего не понимал я бы сказал не было никакого управляющего центра он был скажем не вменяем этот центр ну потому что мне нужно было сделать то чего и вообще никогда не делал а то что в мои руки потом пришло я еще больше перестал понимать что я с этим делаю и что меня удивило пришли люди которые знали что делать пришли люди которые хотели просто сделать то что было прописано в этих этапах то что было прописано т.з. в этом т.з. который сделал один библиотекарь менялись правила игры по ходу менялись приоритеты так получалось что были планы на субботу ну по какому-то своему по каким-то простым своим мыслям я я думаю вот субботу субботу субботник субботник а так получалось если бы я думал про каждую субботу то акция растянулась бы допустим на эти 10 дней но ушла бы месяцев 7 это ужасно вот поэтому мне приходилось людей подгонять я это тоже потом понял потом осознал вот и так получилось что мы не получалось субботник ну никак вот я сел подумал к черту субботник пусть будет воскресник потом я посмотрел в толковом словаре посмотрел в яндексе действительно были не только субботники были воскресники то есть были смещенные дни в которые просто трудились что-то высаживали копали и так далее наводили порядок на отведенной территории поэтому если была такая традиция почему нет ну и конечно же были обычные субботники кстати на обычные субботники жители района реагировали ну как-то так ну и серия ну библиотека решила сделать субботник ну пусть делает вот и в итоге я выходил а либо один либо выходил с библиотекарем которому было не все равно или как то который просто хотел помочь вот вот так реагирую реагировали на субботники но это как как я потом понял тоже это как считалось такое некое внутреннее дело библиотеки ну выходите убирайте в принципе так оно и есть зачем и почему библиотекаре сажают кусты и цветы что происходит но отчасти я уже сказал зачем и почему меня подкупили а мне казалось что если я сделаю эту акцию я там куда-то продвинутый повысит вот и я не понимаю как ее делать начал ее делать и вот мой некий план который у меня появился когда я только начинал писать план по пунктам что я буду делать по экологической акции филигород сад думаю я примерно так первое поехать в любой питомник в московской области просто приехать в любой питомник и купить саженцы на свои деньги я проследил по карте где эти питомники сколько чего стоит и в принципе я мог купить там 15 кустов 20 кустов и там одно дерево в принципе идеальная схема акция состоялась бы просто здорово второе перевести перевести все не поможет яндекс такси то есть не самому ехать а вот брать эти кусты тоже оплачивать машину чтобы все довезли до библиотеки третье напишу в управу а что скоро выбрать действительно тогда должны были быть выборы я кстати это плохо оценил почему потому что среди активистов которые пришли были люди которые подал подавались в муниципальные депутаты только-только-только я об этом тоже понял позже четвертое напишу в леруа мерлен ну на самом деле я много рассматривал разных организаций не только юра мерлен на самом деле подобные организации в россии участвуют самых разных акциях в том числе экологических выделяют саженцы есть прям целые программы выходят сотрудники колотят сковоречники и чё только не делают нужно просто знать куда писать там даже есть целый отдел для этого пятое идей больше не было как говорится молился богу ну а дальше был просто такой разрыв сознания и вот я ждал о чем-то думал но посты стали работать сначала 1 2 3 и все закрутилось сначала я выходил ну появилось несколько человек которые предоставили просто приехали с дачи сказали вот у нас есть три куста возьмете игры да конечно я так был рад что мне что мне не пришлось никуда ехать я из трех кустов планировал сделать 75 уже да выходили сотрудники со мной мы там иногда копали пололи я опубликовывал эти новости говорил вот смотрите что библиотеки в библиотеке делают им нечем заняться потихоньку подходили читатели библиотеки вы сейчас наблюдаете ну меня и флюру флюра это один из моих любимых читателей который ну просто когда я попросил ее о помощи она сразу прибежала с лопатой с граблями и была на протяжении всей акции вот это мы поначалу тоже сажаем какой-то несчастный куст но собственно говоря на на первые посты стали приходить люди люди приходили и занимались какой-то хаотичной деятельностью то есть выбирали определенный угол и не вскапывали всю землю окопали вглубь и мы хотели вырыть себе я не знаю траншею или землянку что интересно по сути библиотека провела исследование почвы вокруг домов и прилегающих территорий мы выяснили что строители которые возводили дома дома были возведены западным речным портом это как говорится отсылочка к району веду проекту очень часто но и сейчас такое происходит очень часто не за не вывозят строительный мусор а зарывает его прям во двор вот и мы это тоже поняли вот если посмотрите на то что у девушки за спиной там груда камней всякого строительного мусора то есть мы не просто копали мы еще очищали прилегающую территорию от строительного мусора ну собственно говоря это только маленькая часть чем это накопали клады не нашли ни золота не серебра не библиотеки грозного собственно говоря периодически о двери библиотеки проходились и гуляли наши читатели и присоединяясь к нам кто-то приходил с лопатой кто-то с тяпкой кто-то с тележкой вот но это чисто ресурс как я его называю библиотеки вот когда нас было пятеро когда нас было шестеро как говорится развлекались как могли и делать нам было да нечего следующий этап откуда взялось столько ресурсов людей лопат кустов цветов очень интересный вопрос на какой-то из постов когда я уже ну как и не планировал то есть да просто продолжал акцию это был где-то пост 5 наверное ли 6 всего их было около 8 вдруг откуда ни возьмись появилось несколько человек я бы назвал их донорами акции хотя до этого я встретился наверное ну скажем с тремя четырьмя активистами района которые предоставили несколько кустов кто-то предоставил клубни тюльпанов и мне было вообще достаточно я не планировал каких-то сотрясений и потрясений но тем не менее один из постов сработал получилась акция да все делалось на ходу был придуман слоган фифили город сад у маяковского есть стихотворение здесь через четыре года здесь будет город сад за основу я взял эти строчки прописал сделал такой тег распечатал прописал сделал публикацию с этим тегом с этой строчкой что через четыре года будет город сад и все как-то сработало литература культура библиотека воздух год экологии ну и вы видите задник да если раньше те кто приходили копали вглубь то теперь пришли люди которые понимали что делать пришли женщины в основном которые занимаются своими дворовыми территориями которые любят сажать всякую рассаду у себя следят за этим за всем такие любители садоводы такие есть в каждом городе ну и собственно говоря появился несколько человек которые предоставили огромное количество кустов со своих дачных участков причем как потом выяснилось это были очень дорогие сорта вот меня это кстати еще больше удивило всего было порядка 20 мешков с рассадой вот здесь вы видите ну некое общение не буду говорить что спор ну это я буду проматывать все как это все происходило все кого вы видите это видные люди района кто-то из них держит районную газету кто-то из них держит районный сайт пишут новости кто-то из них является администратором в районной группе то есть пришли я бы сказал мы в каком-то смысле или то пришла районный это меня тоже удивило на самом деле но здесь тоже мы видим посадку кустах передачу через ограду вот те самые легендарные мешки люди приехали на своих машинах со своим ковец товаром чем все закончилось и закончилась или это очень хорошая история чем же все закончилось это итоговый пост мы успели много чего сделать я выделил самых активных людей их было гораздо больше как это ни странно акция библиотеки вылилась во что-то больше во первых жители те кустов которые привезли было больше чем нужно то есть мы засадили даже соседний двор просто некуда было девать саженцы они были первоклассные хорошие часть саженцев разобрали активисты часть часть саженцев передала библиотека в добрые руки и они распределились по дворам района филевский парк более того активистами района филевский парк именно теми кто приходил на акцию была сделана группа в той же запрещенной социальной сети которых он функционировал довольно долго до 21 года до 22 года группа так и называлась фили город сад когда я это увидел меня это очень порадовало и на самом деле данная группа была неким таким объединяющим звеном всех садоводов района кто именно занимался своими полисадниками участками кто привозил с дачи нам какие-то цветы люди устроили некий обменный фонд цветов цветников к этому подключился управа ну активисты района организовали даже конкурс в 2018 году на лучший цветник района и были очень красивые скажем так цветники и первое место было сложно кому-то отдать и данную акцию подержала управа вот таким образом все закрутилось завертелось как говорится была бы хорошая идея была была бы хорошая инициатива тут же пришел местный малый бизнес который предложил скидки активистом не помню как называется парикмахерская сейчас ее уже по моему нет то ли цирюльня то ли еще как-то в общем всем кто всем участникам предложили бесплатную стрижку по моему какой-то фитнес-центр предложил всем скидки и и в общем эта акция уже жила сама собой то есть она абсолютно родилась и вышла и от библиотеки вот и это здорово это показывает что нужна инициатива нужен некий вектор который сможет объединить огромные силы района всегда в любом живом массиве есть люди которые хотят какой-то ну назовем это так движухи которые хотят какой-то активности а это совершенно благородное дело заняться посадками после чего кстати со временем по по району филевский парк прокатились субботники но они и так были на майские и так далее уже в следующем году они так проходили но тут я стал замечать на фотографиях все знакомые лица хотя до этого когда были субботники они ну скажем так они были более скромные то есть каждый выходил житель активист на свой участок человек пять шесть и копали а тут уже это было не побоюсь этого слова огромная банда человек из 20 из 30 кто-то из них ходил по филевскому парку очищал территорию кто-то засаживал вот это было очень здорово ну и конечно же после правила после массовой зачистки территории все ели шашлыки да на самом деле очень приятно наблюдать над тем что библиотека просто какой-то своей случайной инициативой которая даже не планировала косвенно не напрямую косвенно так или иначе на все это повлияло повлияло на объединение людей повлияло на ландшафт района в каком-то смысле да на его озеленение это ну на мой взгляд это дорогого стоит итак я что-то ускорился смотрю времени так не так много вернее много еще я я прям так и так что же было самым главным в этой акции я дело в том что когда я делал акцию я просто летел мне просто нужно было ее закрыть все на кону были плюшки а я вообще не понимал что я делаю то есть вместо двух пришло 20 человек я говорил а вместо пяти кустов там столько-то кустов вместо того чтобы придумать взять машину приехала машина сама это было как в фильме как 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 в сказке да я даже не понимал что происходит спустя время я начал анализировать и отчасти мне помог в том числе и данный вебинар когда его составлял я начал анализировать а что же в итоге случилось то ерунда какая-то не ерунда и мне об этом сказал много людей почему не ерунда одним из самых важных достижений экологической акции филигород сад стала самоорганизация людей люди объединились вокруг библиотеки а потом вышли из этого объединения и стали ну то есть выполнили задачу этого объединения и стали организовывать другие объединения потому что им показалось это прекрасная хорошая идея то есть библиотека выступила неким центром опять же совершенно случайно нелепо и никто не планировал ничего делать но тем не менее пошли круги на воде а вот дальше что было я отчасти уже сказал была организована группа филигород сад в этой группе люди обменивались цветами в этой группе люди показывали друг другу свои клумбы это же очень важно важно насмотренность район он большой и очень часто я вот по себе например смотрю очень часто я не бываю во всех частях района очень часто не бывает в соседнем квартале если взять один квартал там этих клуб может быть не знаю ну штук 10-20 и соответственно за каждой клумбы даже за не очень ухоженный кто-то следит там кто-то есть кто-то посадил эти кусты это посадил эти деревья кто ну кто-то там вообще есть и в принципе это очень много людей эти люди увидели что они не одни их очень много что они могут объединиться они могут показывать друг другу разные сорта обмениваться выпрашивать они могут объединяться на почве субботников не на почве с вы просто приходите помогать друг другу ну соответственно второй пункт о котором я уже тоже сказал по району филевский парк прокатились новые субботники более активные более масштабные управа стала предоставлять рассаду жители воспринимали субботники не как какую-то повидность а как прям реально праздник серьезный праздник я не говорю что это сделала библиотека но то что они стали за счет этой акции более массовыми то это факт люди просто узнали что вот дядя коля живет соседнем районе у него такая шикарная клумба и таких дядь коле и теть маш очень много не стали объединяться за счет этого выиграли все за счет этого выиграл район не говоря аж о библиотеке про библиотеку тоже очень многие узнали а в этом я тоже сказал 100 водолюбители увидели что их не так мало и цели в общем-то одни наладили новые каналы обмена цветов саженцев рассады учили друг друга игр и гордились результатом это тоже очень важно всегда бывает тяжело а я знаю это не понаслышке когда я один когда меня не поддерживать никто у меня большой опыт с этим отчасти я сам конечно в этом виноват чего что скрывать но тем не менее опыт колоссальный это сложно а когда появляются люди которые говорят слушай пойдем мы думаем также вот лопата вот еще что то а и было смешно у нас была подсобка там было три-четыре ржавые лопаты я как сейчас помню ну мне не хотелось идти куда-нибудь и покупать за свой счет лопаты я даже думал с этими лопатами что-то сделать ну в общем библиотека поначалу выделяла несколько лопат от себя у нас был инвентарь потом он не понадобился конечно же но и пятое управа района задумалась в итоге организовала конкурс а конкурс были выделены там какие-то призы поощрительные так далее это тоже все фотографировалась там были отчеты в местной газете отчеты в и акции кстати конкурс так и назывался фили город сад то есть косвенно но вот эта странная задумка вбегать не за плюшками повлияло очень на многое и до сих пор эти круги идут до сих пор эти люди общаются до сих пор эти саженцы эти деревья растут в этих местах я там недавно был все на месте и это только то что я знаю а то чего я не знаю ну то есть я же не про все же субботники люди делали посты не про может быть были еще какие-то конкурсы а я 2019 году перестал работать в данной библиотеке то есть еще что-то было и наверняка много чего а посты прекратились по-моему в 2020 году в 2022 году там были самые разные вплоть до того что мы выращиваем на подоконниках арбузы ну правда маленькие получаются мы выращиваем вот поэтому был огромный массив информации я его не анализировал но точно круги были и которые идут по сей день и это очень удивительно это прям здорово и это показывает как история с тем же район и ведом что маленькое дело как мне кажется никому не нужны может повлиять но если не на ход истории да то стать событием событием в данной местности а это было своего рода событием то что вокруг этого дела объединились те кто хотел избираться мне-то было все равно как библиотеку у меня была задача я ее делал а кто пришел покопать кто кто принес куст мне было неважно важно чтобы задумка была реализована и все делалось на коленках но получилось очень неплохо очень недавно ну и сейчас это некий такой мой моя такая цитата найти своих успокоиться вот в тот момент очень многие нашли своих и просто успокоились и продолжали успокаиваться дальше ну я на какое-то время нашел своих на время этой акции ну собственно говоря обложка группы филигород сад она в запрещенной сети я не знаю что на данный момент ну просто двадцать втором году после определенных событий очень многие стали уходить во вконтакт и делать в телеграме каналы то есть дублировать вот я не стал смотреть может быть там есть какой-то дубль знаю что крупные районные группы все перешли в данную группу входит 155 человек на мой взгляд для активистов района это очень много которые интересуются садовод садоводством субботниками это но это прям не знаю это целый полк целый полк садоводов это очень много ну и мы видим одного из людей это активист который как раз и предоставил море кустов море рассады саженцев местные сми и ну подхватили в каком-то смысле эту акцию рядом с библиотекой строился жилой комплекс ну как он он уже достроен тогда его только-только заливали то есть заливали фундамент и на сайте этого жилого комплекса появилась новость смотрите какая хорошая местность какие здесь активные жители смотрите что делают засаживают территорию вот я на это на все посмотрел с умилением ну как говорится мы мы на это немножко повлияли да ну и в итоге если не округлять что что было сделано то мы убрали огромное огромное количество мусора не только вокруг библиотеки ну и в соседних дворах просто колоссальное количество мусора бутылок битых же как каких-то железок камней всякой фигни не только строительного не только того ну что строители зарыли все в 70 или в 60 каком-то году но и новый мусор очистили территорию мы засадили ее хорошими довольно дорогими саженцами как я узнал потом это не просто какие-нибудь анютины глазки это очень серьезные кусты я потом посмотрел стоимость некоторых и немножко удивился в итоге было посажено 15 кустов и 43 саженца конечно было посажено гораздо больше но это некое округление потому что я сбился со счета чего сколько каждом мешке было по 5-7 крупных сарок крупных кустов саженцев там был видимо-невидимо и плюс они делились бесконечно то есть берешь один саженец его можно еще делить через лет пять он станет таким же большим саженцем который можно делить ну я может быть сейчас на вебинаре присутствуют дачники и садоводы я думаю вы понимаете о чем я говорю вот ну и повторюсь главное и мне потом об этом говорили многие люди что объединились активисты района они поняли что можно на каких-то простых акциях встречах много чего делать много обсуждать различных тем кстати поначалу даже библиотеку ну как использовали не люблю это слово но ничего в голову сейчас не приходит в библиотеке был некий штаб штаб по по посадкам я очень гостеприимный библиотекарей и чай всем разливал лимон подкидывал и угощал пирожками и мы прям обсуждали что делать поначалу у активистов были идеи нанять дворников за деньги чтобы они все посадили я объяснил что да конечно но если это дорого то не стоит я вообще был готов копать сам один но заняло бы у меня это 20 дней ну и ладно вот в итоге дворники обозначили круглую сумму ну и активисты вышли сами со своими лопатами в итоге все засадили вот сколько эта акция стоила по деньгам я даже боюсь себе представить бензин работа людей дорогие сорта кустов растений саженцев клубни и всего чего угодно акция продолжалась даже более десяти дней потому что что-то я подкапывал что-то я досаживал что-то там доудобрял но это уже как говорится моя проблема но в целом она прошла довольно с большим размахом как уже видно ну и мы видим момент когда та самая тот самый день когда были привезены основные кусты подвезены основные саженцы пришло много активистов да да я допускаю что пришли они не не совсем помочь библиотеке а забрать то что дают то что раздают и осталось столько кустов их просто не некуда было засаживать вокруг библиотеки как я уже говорил мы их стали перемещать на соседние дворы и там не хватило места и люди просто стали забирать эти кусты эти небольшие деревья саженцы и все это распределилось по району не знаю насколько равномерно но я думаю сейчас это все растет и дает свои плоды и плодоносит ну а это я уже перехожу к завершению ну а это своего рода тот самый конкурс это как раз публикация 2018 года на майский в группе фили город сад про конкурс в котором приняло принял участие и жилищник местный подключилась управа поддержала данный конкурс приняли 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 в этом конкурсе как раз те активисты был я не стал отбирать все фотографии они до сих пор там где-то есть в социальных сетях но как как мы видим палисадники клумбы были самой разной красоты где-то действительно были тыквы и где-то были кабачки где-то были очень красивые классные цветники в общем всем было сказано спасибо все поработали на славу все поработали на ура и как мы видим везде используется тег который был придуман библиотекой который подсказал мне своими строчками маяковский филигород сад итак мои дорогие очень тихо в чате я не знаю запугал ли я вас или может быть вы не хотите грубить поэтому ничего не пишет не знаю я готов ответить на ваши вопросы если они есть либо просто увидеть какую-то какую-нибудь вашу реакцию если она тоже есть буду рад спасибо большое вера спасибо и вам ну я подожду секунд 30 может быть 45 или минуту ну то есть многие из моих идей проектов акций случались очень спонтанно и более того вокруг меня люди меня не совсем поддерживали не говорили дима ты ерундой страдаешь вот есть статистика побей ее а я говорил да почему но надо отдать должное если бы мой руководитель был пожестче меня бы в этом палисаднике закопали бы причем он же но так получалось что мой руководитель ну вот не хотел этих акций но и не препятствовал то есть скрипя сердцем так он там что-то делает ладно черт с ним я не знаю на на что был расчет наверное на то что у меня ничего не выйдет но каким-то образом все выходило и с района ведом и с этой акции и с пайтбуком это удивительно да был бы пожестче я бы уже кормил червей поэтому руководитель это тоже очень важная история если он не вставляет палки в колеса это бесценный руководитель уже бесценный уже этим Елена все доступно и отлично рассказали а какую акцию можно провести в селе честно говоря я не знаю ну смотрите село на мой взгляд я житель городской скажу сразу и у меня очень примитивные представления у меня есть дача я там бывал в деревнях но честно скажу ну правда у меня очень примитивное представление про село что как но я могу хотя на самом деле в городе москве есть такие районы которые ну как говорится как село тихо спокойно чистенько симпатично вот и плавно и вроде происходит какая-то жизнь ну вот все как-то спокойно размеренно но это это мое представление да я повторюсь я слабо представляю что происходит в селах на мой взгляд вот тенденции именно городских каких-то направлений малых городов средних городов поселках городского типа крупных городов они очень часто схожи это что это работа с мусором то есть вывоз мусором я мне почему-то вот внутреннее состояние подсказывать что проблема с мусором это общее это проблема вообще ну как не важно какого населенного пункта это работа с мусором нужно понимать что любая акция объединяет людей люди это мой опыт исключительно мой да я я не знаю за всю россию говорить не буду но мой опыт подсказывает что люди не важно где они находятся они соскучились по делу по конкретному делу и выйти просто заняться мусором который которым никто не занимается это дело которое может объединить огромное количество людей следующий момент этот мусор может быть в каком-то смысле золотым что я имею ввиду в москве есть несколько направлений по сбору техники старый по сбору пластика этих алюминиевых всяких банок проводов всего чего угодно которые потом перерабатывается сдается на это вручаются какие-то деньги они идут в те же кусты в те же посадки есть несколько тоже подобных акций которые например собирают макулатуру и на определенный вес этой макулатуры выделяют кусты кусты цветы саженцы я сам в такой акции участвовал по-моему она называется то ли круг добра надо будет посмотреть я боюсь ввести в заблуждение по-моему круг добра как-то так вот это вот такая история да то есть можно придумать какие-нибудь купоны то есть чтобы люди принесли эту свою ненужную макулатуру при этом договориться с местным этим господи как назвать этого человека который принимает макулатуру и перерабатывает в общем не знаю переработчик макулатуры который принимает эти банки пусть он прям прям тут ждет организовать этот пункт да инициатором может выступить библиотека но не полностью то есть подключить ну как главу села или там совет села у каждого своя форма может быть управление каких-то депутатов если они есть активистов вот и самое главное все это может закончиться праздником очень классным очень светлым то есть уборка мусора переработка мусора ненужных вещей переработка благоустройство территорий мне что-то подсказывает внутри что это тоже колоссальное дело на самом деле непочатый край можно облагораживать облагораживать вот казалось бы москва да все все говорят что куча денег и все такое ну да может быть но столько присадников которыми никто не занимается столько клумб которыми ну поставили плюнули и забыли столько лестниц которые вообще не сделаны они они уже сыпятся то есть работать и работать да может возникнуть вопрос дмитрий а почему вы вы на себя берете чужое дело и мне такое говорили в претензию да в этом есть правда почему потому что для этого существует кто депутаты местное управление ну и ход мысли понятен да кто этим кто этим должен заниматься по разным причинам этим не занимаются либо от отсутствия денег либо от отсутствия желания ну я не знаю там наверное это основные вещи это деньги и желания вот задача таких акций сделать так чтобы желание появилось у всех а как мы видим деньги не настолько важны понятно если мы там хотим построить какой-нибудь фонд сделать поставить какую-нибудь общую беседку ну понятно что нужны на это деньги но вот акции подобного рода они как правило безденежные потому что с миру по нитке глядишь и пароход можем построить вот как я это вижу повторюсь возможно я плохо вижу потому что село для меня это все-таки ну опять село-село-рознь они разные тоже но что-то мне подсказывает что можно сделать очень многое везде и в селах тоже и самое главное что это дело самое главное что это инициатива которая объединяет людей а люди во многом разрознены максимально объединяет людей вокруг библиотеки это потенциальные дополнительные читатели повышается статус библиотеки рейтинг библиотеки в глазах причем всех причем это не какое-то дело из серии мы там за что-то боремся мы ни за что не боремся просто делаем нормальное дело и повышается статус библиотеки библиотека что-то может да просто о чем-то объявив что-то сказать сказав и вокруг этого объединяются самые разные люди иногда очень влиятельные кстати это тоже здорово то есть все в плюсе ну по крайней мере я говорю именно про эту акцию я допускаю что акции могут быть разные где может быть люди будут в минусе вот ну ответил как мог так а да это тот же вопрос мне просто показалось что был еще какой-то вопрос ну что коллеги спасибо вам огромное если вопросов больше нет я хочу еще буквально занять у вас занять у вас буквально секунду две это моя почта если будут вопросы какое-то желание посотрудничать пишите и не так давно у меня появился телеграм-канал где я рассказываю о своих проектах прошлых не прошлых где я их переосмысливаю это может быть полезным как мне кажется ну для меня это точно полезно что для вас не знаю вот и там я периодически публикую какие-то новости статьи вебинары и просто рассказываю как я занимаюсь ерундой а ерунды у меня в жизни много даже представить себе не можете это все бесплатно заходите будем дружить итак ага вера написала дмитрий вы хороший страдаете ерундой желаю дальнейших творческих идей спасибо вера большое ну и мое традиционное вам спасибо всем за внимание всех обнимаю берегите себя и не болейте всего доброго отлично спасибо проявляю поделали дюй вера обман да могу Продолжение следует...